У нас вот последняя стадия загнивания путинизма. Я вижу в современной России все черты мафиозного государства. Будет Путина, это все может быть подвергнуто сомнениям. Все, что он построил, это неудачный, очередной неудачный эксперимент. У нас сейчас бедность, к сожалению, действительно получилась так, она на детей перекинулась. Он готовится к Третьей мировой войне. Теперь, значит, рулить этому будут все ФСБ. Возить сумки с долларами, они видят угрозу. Они считают, что ее нужно ликвидировать. Навального сковорнули, и ничего ей не осталось. Может быть, нас всех снимут. Закон вообще не работает. Произвол, просто произвол. Потому что их ничего не сдерживает, понимаете? Они не мыслят последствиями. Вот сейчас совершенно не важно, кто что там, патриот, либерал, правый, левый. Власть должна уходить, ее нужно прогонять. Стыдно, что страну насколько как бы разворовали вот в такой степени. Вот эта верхушка правящая. Просто ужасно. Понимаете, общество не должно сдать страну вот этой кучки олигархов. Все бесполезно, всех посадили, ничего сделать невозможно. И я говорю, смотрите, ну вот я же есть, например. Добрый день, Марина Алексеевна. Добрый день. Марина Алексеевна, как точнее можно назвать мероприятие, которое будет проходить в России с 17 по 19 сентября этого года? Ну, это хорошее слово мероприятие, электоральное мероприятие. То есть это некое странное действие, на которое кого-то допускают, кого-то нет. Проходит оно не совсем по закону. Закон не исполняется. Поэтому выборами это точно не назовешь, потому что выбора-то, собственно, нет. Мы с вами хорошо видим, что часть кандидатов вообще не допустили. А тех, которых допустили, это тоже все очень условно, потому что и этих кандидатов могут снять. Насколько велика вероятность, что даже тех, кого допустили, могут снять? Высока, потому что вы же знаете, что сейчас, даже если за тобой ничего нет, могут просто придумать. Людей уже теперь обвиняют в каких-то вещах, даже если это не существует. Там вот пример с Яшиным, где судья ссылался на твиттер, который не был заведен, или на телеграм-канал, который не был заведен Яшиным. Никто уже не беспокоится о доказательствах. Это высочайшая степень вообще незаконности, когда даже доказательств уже не надо. Кому в таком случае апеллировать? Ну только гражданам, понимаете. У нас все-таки власть, она, знаете, очень любит не учитывать граждан, вообще рассматривает их не как граждан, а как население. Это очень важная разница в терминах, когда они относятся к гражданам именно как к каким-то населенцам, которые населяют определенную территорию. Масса, да. А на самом деле граждане это и есть власть, и власть сама просто про это забывает, да и граждане про это не всегда помнят. И когда вот я с гражданами сейчас встречаюсь, я им все время напоминаю, что, дорогие друзья, вы и есть власть. Это от вашего имени вот эти люди правят, и они захватили власть, и если вы чем-то недовольны, вы имеете право их прогнать. Вот какая-то такая должна быть у людей, должно быть такое простое понимание, что если ты недоволен, власть должна уходить, ее нужно прогонять. То есть то, что сейчас происходит, это что-то такое не очень похожее ни на народовластие, ни на демократию, ни на что. Меня вот спрашивают, какой у нас установлен режим. Я очень люблю говорить, что у нас установлена какократия. По-гречески какос означает плохой, а кратия власть. То есть у нас власть плохих. Просто вот так получилось, что у нас во власти плохие люди. Просто непрофессиональные, воры, как бы нехорошие. И вот у нас какократия образовалась. Когда вы это гражданам озвучиваете, какова их реакция? Ну, конечно, им очень нравится термин, и они согласны. Нет, понимаете, конечно, мы... Это шутка немножечко, да. Если говорить серьезно, то, в общем-то, я вижу в современной России все черты мафиозного государства. Но я с гражданами об этом не говорю, поскольку это, скажем так, тема более, может быть, научного плана. Но вообще, по-хорошему, да, я вижу, что это очень похоже на мафию. Потому что она, как бы, то, что у нас выстроено, это очень похоже на мафиозную, как бы, структуру, которая, вот, управляется, в которой, например, очень сильна семейственность, в которой очень важна верность. Верность и преданность ценятся больше всего. В мафиозной структуре, как бы, власть и собственность переплетена. То есть она не может быть разделена. Если человек обладает властью, он обладает собственностью. Если обладает собственностью, то он обладает и властью. И мы хорошо это видим по путинским друзьям, питерским в основном и не только, которые, собственно, и сосредотачивают в себе и власть, и, так сказать, собственность, да, и все это в одних руках. И мы понимаем, что их легитимность, вот этих людей, то есть право, признаваемое право на то, что они этим владеют, этим распоряжаются, оно держится только на Путине. И не будет Путина, это все может быть подвергнуто сомнениям. Для них Путин гарант. Пока вот Путин у власти, для них он гарантирует, что это все будет сохраняться и передаваться их детям. Именно поэтому они в некотором затруднении, потому что кого бы они не выбрали преемником, он не будет гарантировать вот этого и как бы того, что у власти собственность останется в одних этих же руках. Поэтому у них затруднения, им нужно будет бесконечно продлять жизнь Путина, политическую жизнь Путина, чтобы он оставался вот этим гарантом. То есть они сами себя как бы загнали в эту ловушку, потому что никакой иной легитимности, то есть права на владение чем-то властью и собственностью у них нет. Вы считаете Путин навсегда? Нет, ну смотрите, он как бы не вечен, он все равно или поздно умрет, это случится. Но в любом случае просто та система, которую он выстроил, она не жизнеспособна. Вот просто мы, уже это по-моему понятно, что все, что он построил, это неудачный, очередной неудачный эксперимент. То есть мы, конечно, куда-то продвинулись по сравнению с 99-м годом, но это продвижение, оно не такое большое, как могло бы быть, и очень во многих вещах мы откатились. Вот, поэтому просто путинский эксперимент не удался, на мой взгляд. Марина Алексеевна, в нынешних условиях возможно ли системные изменения без резких потрясений? Нет, никаких системных изменений невозможно, потому что они назрели во всех сферах, то есть вы, вот какую сферу государства мы не возьмем с вами, там судебная, парламент, если мы рассмотрим представительную, так сказать, функцию, законодательную, я не знаю, все что угодно мы с вами, если начнем рассматривать, мы столкнемся с тем, что невозможно изменить что-то в одной сфере, это все взаимосвязано. Экономику нельзя сделать успешной, пока у нас вот такой парламент, пока у нас, собственно, нету представительства всех интересов, и пока парламент работает по указке администрации президента. То есть это взаимоотвращающие вещи. Даже если вы захотите что-то поменять в судебной реформе, вы все равно столкнетесь с противодействием в других сферах, с противодействием, например, госаппарата или силового блока, и вам не дадут это провести. К сожалению, у нас вот в стране, конечно, были возможности для структурных реформ, и, в общем-то, надо сказать, что ранний Путин, он нам показал, что это было возможно, и, как вы помните, в 2001-2002-2003 годах все-таки удалось провести несколько реформ, в основном они касались сферы экономики, банковской, то есть была административная реформа проведена, банковская реформа, и была политическая реформа, как вы помните, ну, она, скажем так, носила характер, то есть Путину надо было, так сказать, выстроить политическую управляемость, и вот были назначены полпреды, тогда просто уже многие не помнят, но, в общем-то, значительная часть губернаторского корпуса представляла собой, это были красные губернаторы, коммунисты бывшие, то есть это члены еще КПСС, поэтому совершенно другая была сторона и власть в ней, поэтому Путину нужна была политическая реформа, просто чтобы выстроить ту самую вертикаль власти. Но в любом случае административная реформа частично удалась, банковская удалась, и некоторые реформы в экономике прошли, и вторая попытка, как вы помните, была Медведевская, там тоже удалось кое-что сделать, и, в общем, кое-что осталось неплохое, вот там какие-то точечные вещи, которые он сумел сделать, в общем, да, что-то получилось, но очень точечно, хотя замах у них тоже был, в общем-то, на структурную реформу, например, полиция, как вы помните, милиция превратилась в полицию, и, к сожалению, все помнят только, что сменилось наименование, но, по сути, там тоже и внутри все менялось, не слишком, может быть, удачно, вот, были какие-то другие реформы, но сейчас, если мы говорим о сейчас, то, конечно, все настолько нуждается в изменениях, каждая сфера, что, боюсь, что без какой-то серьезного потрясения это не поменяется, вот, нужен какой-то очень серьезный толчок, чтобы это начало меняться. Следующий вопрос, Марина Алексеевна, зачем продолжать жестить, снимать с выборов, не допускать, если результат, по их мнению, как мне представляется, уже предрешен, в принципе, могут нарисовать любую цифру, 146%, там неизвестно сколько, то есть, зачем власть предпринимает такие, порой, необдуманные действия, которые лишь повышают популярность оппозиционных партий? Да, смотрите, когда мы говорим власть, это понятно, что мы говорим это для упрощения понимания, но надо сказать, что в том, что касается управления выборами, мы видим сейчас, что по меньшей мере есть два управляющих церкви, центра, которые вот и рулят всем тем, что мы видим на выборах, есть, скажем так, Кириенковский центр управления, который привык действовать бюрократическими способами, там, сказать, менять законы постоянно, да, какие-то там действовать по телефонному праву, а есть, скажем так, силовики, скорее всего, это какой-то ФСБшный центр, который тоже решил рулить выборами, и произошло это, скорее всего, после 19-го года, во всяком случае, они получили больше полномочий, потому что в 19-м году, когда, собственно, не были зарегистрированы кандидаты, и начались вот эти волнения, которые, на самом деле, напугали и Путина, и администрацию, и, естественно, было сказано, что вот Собянин не справился, и теперь, значит, рулить этому будут все ФСБ. У ФСБ методы, понятно, какие, они привыкли действовать силовыми методами, они других и не знают, да, это не тонкие технологии, это не политтехнологии, которыми, в общем-то, оперировал всегда и Сурков, когда он был у власти, и, там, Кириенко, вот это, они обычно оперировали этим, а силовики, у ФСБ, они оперируют совершенно другими вещами, и поэтому здесь просто два центра, которые абсолютно между собой действия не согласовывают, я думаю, происходит здесь какое-то совершенно рассогласование, и одна рука не знает, что делает другая, я абсолютно в этом уверена, вот, поэтому говорить, что они сами себе вредят, ну, тут вот получается, что просто возникают конфликты, что там, где гражданская, скажем так, вертикаль управления выборами, Кириенковская, так называемая, так называемая, когда она говорит, что окей, там, этого кандидата, мы не будем жестись с ним, а силовики считают, нет, он не нужен, и убирают его, да, и они с друг другом, естественно, не будут согласовывать, они действуют на свое усмотрение. Конечно, это абсолютно кризисная ситуация, она, ну, не только она тяжело дается нам, как кандидатам, и тем людям, которые собирались участвовать, и собираются участвовать, но, в целом, это вносит вообще раздрай, очень серьезный в систему выборов, в систему, как бы, формирования власти, ее легитимность, и, в общем, это все в результате может привести к большому кризису, это их вот эти действия, как слон в посудной лавке же они действуют, да, и люди же это видят. Но они напуганы, получается, раз они предпринимают такие радикальные действия. Ну, они всегда, понимаете, они всегда оперируют угрозами, да, вот они видят угрозу, они считают, что ее нужно ликвидировать, да, нейтрализовать. Это их домыслы, что им что-то угрожает? Ну, они привыкли жить в мире, где всегда есть угроза, понимаете, это вот, это какая-то внутренняя убежденность, что в мире, когда вы считаете, что мир полон врагов, что все против вас, что вы как посажденные крепости, у вас неизбежно возникает ощущение, что все вокруг вам угрожают, и все вокруг против вас замышляют какие-то дела страшные. И поэтому вы начинаете бороться. Это как, знаете, это как Путин, который убедил себя в том, что Третья мировая война неизбежна, поэтому вся его внешняя политика последних лет, как мне кажется, она абсолютно направлена на то, что он готовится к Третьей мировой войне. Мы не знаем, будет она или нет, но мне кажется, из-за того, что он сам себя убедил, и там силовики вокруг него, видимо, его убедили, и он уже живет в этом мире, который он сам себе в голове построил, и исходя из этого, он принимает решения. Поэтому, собственно, и здесь с выборами то же самое происходит. Марина Алексеевна, пойдет ли власть на то, чтобы на 100% зачистить политическое поле? Ну, может быть, конечно. Ну, вот именно та часть, которая управляет выборами со стороны силовиков. Потому что их ничего не сдерживает, понимаете? Они не мыслят последствиями. То есть, политтехнологи, они всегда все-таки просчитывают последствия политические, социальные, но они всегда понимают, к чему это может привести. Силовики, мне кажется, не просчитывают дальше, потому что они не очень понимают, как общество устроено, как оно живет, и поэтому последствия своих действий не просчитывают. Идеальный мир силовикам? Ну, вот когда все зачищено, все стерильно, вот для них идеальный мир, конечно, такой. Марина Алексеевна, снятие с выборов Грудинина, Грудинина административное дело против Бондаренко, давление на Ступино, власть взялась за левый фланг, как вы считаете? Вы знаете, они взялись за все фланги, за любого, кто не согласен. То есть, любой человек, который, во-первых, чуть выше высовывается ватерлинией, скажем так, да, условной, его тоже зачищают. Любой человек, который самостоятельно, его зачищают. Вот, слушайте, меня аж тоже выгнали из ОНК Москвы ровно по этому же поводу, просто там я мешала. Вот все, кто мешает, их просто выгоняют всеми возможными способами. Поэтому понятно, что я тоже понимаю, что и меня как кандидату тоже могут за какую-нибудь ерунду, не знаю, найдут мой твит какого-нибудь 2005 года, скажут, что это экстремизм и снимут меня. Ну, то есть, мы понимаем, что все это происходит по беспределу, вот, и зачистка левых, она точно такая же, как зачистка правых, зачистка либералов, правозащитников, посмотрите, на самом деле, да, в общем, ну, всех зачищают, и мы давно как бы все в одной лодке плывем. Поскольку затронули вашу правозащитную деятельность, Марина Алексеевна, каковы шансы Алексея Навального выйти на свободу по истечении нынешнего срока? Ну, маленький очень, мне кажется, потому что набальный, как игрок, понимаете, нужен, ну, если он только кому-то понадобится, то есть, собственно, к сожалению, сейчас Алексей максимум, на что он может рассчитывать, что он может пригодиться для чьей-то игры политической, что он кому-то понадобится для, не знаю, расшатывания ситуации, ну, например. И тогда, да, собственно, могут его выпустить как-нибудь, да, потому что он понадобится как действующее лицо. То есть, собственно, к сожалению, у него не осталось собственного выбора и собственной воли. Им только могут играть и выпускать его, скорее всего, только если будут играть в него, а не он. Сергей Фургал? Фургал нет. Фургала они хотят посадить надолго, потому что они больше не хотят допускать эксцессов, когда губернаторами становятся люди, которые им не подвластны. Поэтому они, естественно, видя его популярность, видя его независимость, видя его нежелание, не знаю, как заявил Жириновский, если вы слышали, когда только вот его арестовали, это мало кто заметил, но я прямо, знаете, у меня ухо востро на эти вещи. Жириновский сказал, что Фургал просто отказался возить сумки с долларами в Москву. Дань. Понимаете, у нас как вот при феодализме дань платится федеральному центру. И вот Жириновский сказал, что Фургал просто отказался возить эти сумки. Вот и поплатился. Но, собственно, это так и устроено примерно. Поэтому любого непокорного они будут убирать. Но, понимаете, это же вечно не будет продолжаться, просто этот каток едет, вот такой каток репрессий. И, собственно, чтобы спастись от этого катка, надо всего лишь бежать быстрее этого катка. Тогда он вас не задавит. Поэтому наша задача, всех, кто еще остался на свободе, политиков, общественных деятелей, правозащитников, просто бежать быстрее катка. И это наш единственный шанс. Потому что нам нельзя останавливаться. Если мы останавливаемся, мы просто под него и попадаем. Надо бежать быстрее. По вашему мнению, возвращаясь к Сергею Фургалу, почему Жириновский не отстоял его? Потому что Жириновский сам очень уязвим сейчас. Потому что, во-первых, у него возраст уже. такой, что ему пора уходить. И, в общем-то, ему почти некому передать партию. Вот именно в том виде, как она работала все эти годы. Она работала как важный инструмент администрации президента для того, чтобы принимать нужные законы, вбрасывать идиотские идеи, которые потом принимаются. говорить что-то нужное в определенный момент. Жириновский просто очень верно эту службу нес. И партия его выполняла еще важную электоральную функцию, сводя на себя всех недовольство. Люди недовольны, и вот, пожалуйста, у них всегда есть выбор голосовать за Жириновского. То, что он абсолютно провластный человек, людям, к сожалению, не было неизвестно. Ну, сейчас последние годы уже лучше известно. Поэтому Жириновский в сложном положении, ему надо уходить, при этом кому-то передать вот этот механизм поддержки всех инициатив администрации президента. Но это очень сложно, потому что нету никакой ЛДПР, есть Жириновский. И при его уходе, собственно, судьба ЛДПР не очень ясна. Люди голосуют за него, а не за вот эти четыре буквы ЛДПР, которые, собственно, мало кого волнуют. Персонализированный. Абсолютно. У нас на самом деле почти все политические структуры, к сожалению, персонализированы. Это вот особенность просто незрелых обществ, незрелых государств, в которых нету устоявшихся структур мощных, поэтому работают только сильные личности, которые во главе, и как бы принято за них голосовать, или принято с ними отождествлять все. Даже посмотрите, это во всех сферах. Навальный, он же тоже выстроил абсолютно лидерскую структуру, и какую структуру не возьмете, как бы системную или антисистемную, несистемную, они все в основном построены не как гражданские, скажем так, горизонтальные структуры, что является на самом деле самым крепким, крепкой структуры. Они все вертикальные и все лидерские. В этом их слабость, потому что и уязвимость, в том, что их очень легко и ничего и не осталось, понимаете, вот, это ужасно. Вот в этом случае, как можно охарактеризовать структуру КПРФ, поясню, почему. Потому что за последнее время мы наблюдаем, как вырос Бондаренко, как Баскет Ступин, есть Ингалычева, есть Рашкин. Есть же еще, напомните, фамилии, губернатором его сделали, Клычков. Да, то есть, собственно, ну вот Клычков, это один из примеров, да, то есть, если что-то вырастает, там, более-менее приличное, его тут же высылают куда-то, знаете, как это, за 101 километр или за Урал, чтобы человек просто не стал неконтролируемым лидером в структуре, которая, как бы, подвергается сейчас какому-то вот переходному периоду, да, с КПРФ ведь же тоже то же самое происходит, ее надо кому-то передавать, там людей слишком много, многие хотят чего-то, понимаете, естественно, новые вот эти фигуры, они, естественно, КПРФ будет новые фигуры все уничтожать, ну, слушайте, вот я наблюдаю за примерно этой историей еще со времен, ну, я следила за Сережу Удальцову, мы просто с ним знакомы с 2005, я с ним не ошибаюсь, года, поэтому я просто следила за всеми его перипетиями, я видела, что, собственно, он претендует на лидерство в левом, как бы, секторе, ну, понятно, я видела, как его все боятся и не хотят, и вышвыривают из, так сказать, этих структур, потому что понятно, что неуправляемые лидеры не нужны власти, во всяком случае, но КПРФ ожидает тоже сложный транзит, сложный, понимаете, у нас все, видите, как все государство у нас должно пройти транзит, и как бы, и путинский транзит должен быть, и вот партийный, вот, потому что все структуры пришли к какому-то логическому финалу, и он очевиден, что все это, как бы, все закуклилось, все закончилось, все, что создано, оно больше не развивается, оно вот только, только закукливается само в себе, а дальше не двигается, это рано или поздно лопнет. Вопрос об объединении оппозиции, он умер, о нем можно забыть? Да нет, почему, смотрите, вот даже мы с вами видим, что в Мосгордуме те, там, 5-6 независимых депутатов, при том, что они вообще-то от разных партий, но когда нужно что-то, какую-то тему поднять, отстоять, заявить, они же объединяются, совершенно неважно от какой они партии, а для меня, так это вообще давнишняя тема, потому что, если вы помните, опять же, мы вот в 2008-2007 году выступали с идеей как бы единого фронта оппозиционных сил, считая, что главная тема, которая нас всех объединяет, это то, что в стране нет выборов, и в стране, как бы, Путин захватил власть, и при этой ситуации ни правым, ни левым нет возможности действовать, да, все в равных, в равных условиях, и у всех одинаково нет шансов при этой системе, потому что эта система выстроена на то, чтобы всех выкинуть, вот, поэтому, мне кажется, единый фронт, ну, вот вообще, по-хорошему, я общаюсь, и дружу с многими нормальными людьми, вменяемыми, и они коммунисты, или они там, патриоты, ну, вот как бы приписаны, да, условно говоря, это все очень большие условности, мы все хорошо понимаем, что, вот сейчас, на совершенно не важно, кто, что там, патриот, либерал, правый, левый, это и людям особо не важно, да, и вообще не важно, потому что люди чувствуют, вот эту несправедливость, огромную в стране, чувствуют неправду, чувствуют то, что тут тупик какой-то происходит, и поэтому они, им не важно, правый или левый, они говорят тупик, он не правый, не левый, он просто тупик. В сентябре перелом произойдет, как вы думаете? не думаю, вообще, пока, вы знаете, конечно, это все меняется, у нас, знаете, еще как исторический связь, происходит так, что в августе очень часто переломы какие-то происходят, бывают такие события, которые становятся переломными, я это наблюдала много раз, и действительно, какая-то есть особенность у августа, в России, и даже говорят, черный август, но пока я вижу, по состоянию мы с вами разговариваем, сейчас последний буквально день июля, но пока я вижу довольно апатичность, большую апатичность у людей, усталость, апатичность, возможно, что-то там к сентябрю изменится, но пока, пока я не вижу какого-то серьезного перелома, ну, опять же, смотрите, мы с вами еще не дошли до конца избирательной кампании, потому что, может быть, нас всех снимут, вот, сейчас же там кто-то вот остался, ну, и нас вот еще могут снять, да, и тогда вообще никому не останется, ну, как на это люди отреагируют, может быть, они разозлятся, а может быть, они наоборот скажут, ну, все, потому что они сейчас уже говорят, что все бесполезно, всех посадили, ничего сделать невозможно, и я говорю, смотрите, ну, вот я же есть, например, и вот там есть еще люди хорошие, которые идут, и они независимы, они за людей, и люди говорят, ну, там все равно вас тоже там снимут, то есть уже они понимают, что как бы, и вот надо бороться с этой апатией, потому что это хуже всего, потому что общество, понимаете, общество не должно сдать страну вот этой кучки олигархов, силовиков, которые там, зачем, ну, как бы это наша страна, надо как-то за нее побороться, да, что это много жертв на этом пути может быть, да, но что же делать, это наша страна, это как бы, у нас такая обязанность страну защищать свою от этих людей, которые ее просто захватнически сжирают. Марина Алексеевна, в этой связи умное голосование, ваша оценка, пожалуйста. Вы знаете, я считаю, что в нынешних условиях, когда мы с вами видим, что власть всеми силами протаскивает своих единороссов под разными личинами, да, мы с вами видим, что уже они научились прятать единороссов под личины, там, спортсменов, певцов, актеров, врачей, не знаю, общественников, да, то есть мы видим, что хоть тушкой, хоть чучелком они протаскивают, поэтому действительно умное голосование, это эффективное, эффективный механизм противостоять, вот победе провластного кандидата. Понятно, что у этого механизма есть и отрицательные стороны, как мы с вами видим, что люди, которые проходят во власть, к сожалению, не всегда тоже хороши, иногда они присоединяются вот к этим, как я вначале вам сказала, как у крати, да, они тоже становятся плохими во власти, вот, но ведь же проходят и хорошие, вот, те, которые нормальные, те, которых не могут перекупить, подкупить, там, запугать, вот, поэтому, как механизм, мне кажется, это очень хорошая идея, и, в общем, она абсолютно имеет право на существование, и считаю ее удачной. Насколько хорошо власть подготовилась к выборам, на ваш взгляд? Ну, я уже частично ответила на этот вопрос, я вам вот рассказала про мой взгляд, что сейчас выборы управляются из двух центров, административного, так сказать, и силового, и поэтому мы видим вот такое странное, странные действия, которые противоречат друг другу, которые происходят несогласованно, поэтому, конечно, подготовились, и они вот подготовились после 19-го года, получив на улице огромное число людей, и там, помните же, сколько людей сели, и сколько было людей под арестом, и это все, и полные улицы мы помним, и, естественно, силовики сделали вывод и решили на дальних поступах снимать просто всех на дальних поступах, даже не допуская их до сбора подписей, да, то есть они поставили цель убрать всех до еще объявления выборов, да, и мы с вами видим, что все те, кого мы там с вами еще там года полтора, назад считали, что это вот будут основные кандидаты, понятно, что, я, кстати, это сразу поняла, мы вот с Юлей Галяминой разговаривали, я помню, давно еще, вот после ее, она же отсидела больше месяца, тогда по итогам, потому что она была кандидатом, ее сняли, посадили, она сидела в спецприемнике в Подмосковье, и мы с ней разговаривали, вот после того, как она отсидела, я приезжала, я говорю, Юля, уже понятно, что они будут делать, они будут убирать всех первых кандидатов, и поэтому я говорю, что вот, скорее всего, они тебя будут убирать, сказала я ей, поэтому нужно готовить второго, то есть того, кто пойдет вместо тебя, я тогда, кстати, не думала, что это я, я и окажусь, потому что у меня, собственно, тогда, ну вот уже я попала в ОНК, мне очень нравилась эта деятельность, я с удовольствием туда ходила каждый день, вот, хотя это неоплачиваемая история, но неважно, мне просто, я нашла себя в этой истории, вот, и действительно получилось, что всех первых убрали, и теперь, собственно, идут вторые, те, кто не был на виду, скажем так, два года назад, да, два года назад я, вот просто Юле помогала собирать подписи, я, как бы, не была, никогда там на трибуну не залезала, вот, хотя политикой занимаюсь давно, но, в общем, так вот скромничала всегда, вот, поэтому это все понятно, поэтому, конечно, они подготовились, и подготовились они ровно после вот этих событий 18, 19 года, на, после того, как всех сняли кандидатов, решили заранее. Но все равно у силовиков есть какое-то, какое-то беспокойство, да, раз они продолжают пакостить. Ну, видите, они видят, что и те, кто остались, тоже вызывают у них, так сказать, какие-то волнения, вот, понимаете, а сейчас же ничего не понятно, все же понимают, что закон не действует, вот, потому что, вот сейчас очень забавно, вот кандидаты, которые зарегистрированы, я там, удальцовы, например, там, гончаров от яблок, вот, мы все начинаем сталкиваться с тем, что там, кубы не разрешают ставить, встречи с избирателями разгоняют, арестовывают, собственно, уже, как бы, даже ни у кого не возникает вопрос, что, типа, вот, это же незаконно, все понимают, что закон вообще не работает, произвол, просто произвол, вот, тебе повезло, тебя не задержали, не повезло, не заезжали, вот вчера у меня была встреча с избирателем, у меня тоже пришла полиция, вот, но благодаря тому, что я в ОНК общалась очень много с полицейскими, с начальниками отделов полиции московских, там, и в УФСИН общалась, я просто умею с ними общаться, я нормально с ними, умею на их языке им объяснить, вот, и они просто отстали, ушли, вот, и все, понимаете, ну, ну, то есть, вот, опять же, это же все исключительно произвол, вот, как повезет, вот, удальцовы не повезло, ее задержали, а я вот... Хотя у меня удостоверение кандидатов. Понятно, да, но видите, то есть, все же, все происходит исключительно, вот, произвольно, потому что уже закон не действует, это вот такая, знаете, последняя стадия, как Ленин писал, это как бы, да, последняя стадия загнивания капитализма, у нас вот последняя стадия загнивания путинизма, вот, собственно, мы при ней присутствуем, к сожалению, это может длиться довольно долго, потому что гниение, вопрос такой, знаете, неторопливо, если бальзамировать еще, да? Это тогда очень сильно удлиняет процесс отходов в мир иной этой власти. Марина Алексеевна, в этой связи, 31-я статья Конституции о праве на собрание, митинги отменена властью полностью и окончательно, или после выборов будет какая-то оттепель? Нет, нет, слушайте, у нас, как видите, коронавирус, нам, нашей власти, просто помог идеально, потому что, посмотрите, что происходит, у нас входы, вход в суд, закрыли, теперь люди вообще в суд не могут попасть, вообще, где-то такое видано, видано, значит, попробуйте зайти в управу, там, не знаю, в префектуру, в какой-то орган власти, до вас не пустят, написано, в связи с коронавирусными ограничениями приема нет, да, то есть, власть закрылась, полностью суды закрыты, органы власти закрыты, значит, любые вот общественные приемные, которые были у министерств, ведомств, там тоже все закрыто, все митинги, собрания запрещены, то есть, очень удобный коронавирус стал просто удобным предлогом, вот это все прикрыть, им просто не хватало этого инструмента, я не сторонник теории заговора, но они просто воспользовались, коронавирусными ограничениями, чтобы просто сократить те возможности людей общаться с властью, и высказывать свое недовольство, они просто их все перекрыли, сославшись на коронавирус, поэтому никакой оттепели я, собственно, не жду, знаете, каток, он как бы катится, его остановить-то сложно, а уж заставить его в обратную сторону двигаться почти нереально. Будет большинство у единой России после убавок? Сложный вопрос, большинство, ну, половина, наверное, будет, потому что, понимаете, Москва, вот, Москва, конечно, немножко уже другая, она просыпается, люди как-то тут вообще себя ощущают гражданами, и как-то так серьезно относятся и к своему выбору, тоже не все, но многие, а вот, к сожалению, места, где у нас султанаты, так называемые, политические, электоральные, где там фальсифицируют и набрасывают 80% за Единую Россию, при том, что ее реальный рейтинг по стране, ну, дай бог, там 20 с чем-то, 30, да, а в Москве-то и все 15, дай бог, если наберутся. Понятно, что за счет фальсификации, вот, в Кавказских республиках, в национальных республиках, на каких-то, в каких-то еще местах, все это за счет, вот, суммирования, понятно, мы с вами получаем, что Единая Россия, в общем-то, половину берет, вот, но, конечно, вот, точечно, как вот с Мосгордумой, да, но все-таки смогли же избрать 5-6 нормальных людей, благодаря и умному голосованию, благодаря тому, что хоть кто-то все-таки там остался, вот, так что, так что просто я, я надеюсь, что хоть что-то, что вот идеальный вариант, чтобы у нас в Госдуме оказалось хотя бы 2-3 нормальных человека, которые просто за людей будут сражаться, потому что, ну, статус депутата, это очень много дает, это, в общем, возможности защищать людей, к министрам входить, спокойно разговаривать, вот, и депутатские запросы, ну, в общем, это было бы правильно, если бы хотя бы 3 человека, ну, и может и больше. Марина Алексеевна, из вашей программы, которая на сайте, такие тезисные, в России не должно быть сверхбогатых и нищих, все граждане должны иметь достойную жизнь, уменьшить зарплату депутатов Госдумы и сенаторов в два раза. Поддержат ваши будущие коллеги эту инициативу? Как вы думаете? Вы знаете, мне просто кажется, что это настолько несправедливая норма, что такая зарплата, при том, что у людей, люди по 20 тысяч получают, работая чуть ли не больше, чем депутаты Госдумы, это просто настолько несправедливо. То есть, понятно, почему это было принято, да, то есть, мы с вами понимаем, разумно рассуждая, понятно, что это, чтобы депутаты избежали, во-первых, возможности давить на них лоббистов, чтобы лоббисты там не покупали лояльность этих депутатов, и для того, чтобы, значит, депутаты там, ну, коррупции тоже не было, чтобы они бизнесом не занимались, им же запрещено. То есть, с одной стороны, понятно, да, но мы видим, что это вообще не мешает. Возьмите, вон, депутата Валуева, который просто, по-моему, уже работает конкретно на людей, которые лобби, охотничьи лобби, потому что там три законопроекта, которые он протолкнул, которые разрешают охоту в вольерах, которые разрешают убивать краснокнижных животных, а сейчас еще и разрешают краснокнижные растения, значит, уничтожать. То есть, понимаете, это же все, высокая зарплата не является гарантией того, что человек станет хорошим. Если человек плохой, он будет, как бы, принимать плохие законы, за деньги или не за деньги. Вот поэтому, но в целом я считаю, что это просто несправедливо, я бы точно уполовинила депутатскую зарплату, ну, потому что куда это годится? Это очень большая сумма по сравнению с тем, что получают люди в стране. Вот, если я стану депутатом Госдумы, я вообще говорю, что я вот первую зарплату, ну, точно вообще отдам на благотворительность, потому что вот просто для того, чтобы показать пример другим депутатам, и вообще эту тему поставить на повестку дня, что стыдно в такой бедной стране, где очень много бедных, не только людей, а вот я бы четко сказала, чтобы люди это понимали, бедных детей, да, у нас сейчас бедность, к сожалению, действительно получилась так, она на детей перекинулась. У нас семьи бедные, в основном с детьми, многодетные, и поэтому у нас бедность детей именно. И смотрите, да, то есть это, насколько стыдно, что богатые России с нефтью, газом, алмазами, там, лесом, что угодно, поля у нас плодородные, да все, что хочешь. И у нас бедные дети, огромное количество бедных детей, которым кушать нечего. Это вот как? Это мы что, Африкой что ли стали? Просто стыдно. Стыдно, что страну настолько как бы разворовали вот до такой степени, вот эта верхушка правящая. Это просто ужасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин,